Люди даже благодарят. Те, кто выбирает автобусы и трамваи, едут быстрее, чем раньше. Выделенные полосы для общественного транспорта дают результаты, говорят и представители администрации города и ГИБДД. Да, личному транспорту приходится стоять в пробках, но приоритет определили заранее. Провозная способность автобуса, большой вместимости, это 100 человек, машины максимум 5. Исходя из этих простых подсчетов, приоритет именно дается общественному транспорту. Я вам больше скажу, что очень большое желание сохранить выделенные полосы. А что зимой? Вопрос, который тоже волнует горожан. И для Барнаула закономерный. Вместо четырех полос на том же Ленинском проспекте в зимнее время останется три. Задача стоит проста. Те объединенные пути, которые на сегодняшний день у нас приняли на себя дополнительную нагрузку, должны быть в идеальном состоянии. И вот что для этого нужно сделать, сейчас прорабатываем, какое дополнительное финансирование может быть на это надо. К слову, больше выделенных полос не планируется. Пока водители и частников продолжают учить, как двигаться по этим. 300 человек наказаны рублем. В конце июля появятся камеры, возможно, к тому времени нарушителей станет меньше. Плюсы выделенных отмечают и водители скорой, а вот таксисты ездить по ним не смогут. Ведь в Барнауле лишь одна официальная компания такси, остальные не имеют документов. И еще раз о сроках. Раньше ремонт путепровода не завершится, но и увеличивать сроки не планируют. Сейчас мы готовимся к началу демонтажа уже пролетных строений на тех участках, где они не пересекают РЖД. Ну а, соответственно, как получим ок допуска, будем прорабатывать технологически весь процесс, как мы будем рассекать и убирать пролетные строения над основным ходом железной дороги. В целом, мониторинг дорожной ситуации в связи с перекрытием путепровода идет в ежедневном режиме. И по мере поступления вопросов от граждан их стараются прорабатывать, в том числе и нехватку общественного транспорта. Возможно, этот вопрос обострится ближе к осени, когда автобусами и трамваями вновь начнут пользоваться студенты и школьники. Татьяна Голубева, Дмитрий Денисов. День с толком.